Добрый вечер, в эфире СТС-проект «Пограничная зона». Мы говорим о событиях, которые разворачиваются в Карабахе. Идет полномасштабная война с применением разного рода вооружений. Мой гость генерал-лейтенант, главный советник премьер-министра Никола Пашиняна, экс-министр обороны Армении, господин Варшак Арутюнян. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на данный момент первый главный вопрос, который интересует, конечно же, всех. Какие потери, сколько людей погибло, техника? Что вы знаете, как у вас есть информация? Ну, на последний момент, о чем пресс-собъединенное правительство сообщил и армия обороны Карабаха, значит, у нас потери 58 человек, порядка 100 ранены. Что касается позиций, Азербайджан заявляет о том, что захвачены 7 сел и некоторые стратегические высоты. Армения подтверждает или нет? Нет, это надо рассматривать как информационная война, как дезинформацию. Об этом сегодня утром заявил пресс-секретарь армии обороны Карабаха, что это несоответственно действует. Да, какие-то позиции там были взяты, ночью армия обороны Карабаха, как оказалось, в целом вот идет такая сейчас позиционная война. Понятно. Как военный человек, вы могли бы оценить военные силы, военную мощь двух сторон и насколько есть приоритет у какой-то из сторон, если он есть? Значит, на начальном этапе операции, а это, как правило, тот, кто начинает и имеет в начальном этапе преимущество во внезапности операции, вот, то Азербайджан не достиг поставленных целей, чтобы привести внезапности в расков за стать вооруженные силы армии обороны, потому что их встретили, их ждали, а причиной тому была вот та информационная война, которую вел Азербайджан. Но мы сегодня, когда говорим о Азербайджане, Азербайджан сегодня никак самостоятельная единица, а, скорее всего, это весь план, замысел операции, подготовка и проведение, и плюс информационное обеспечение этой информации, это обеспечивала Турция. Плюс к тому, даже к этому делу подключился лично сам Азербайджан. С сессии Генеральной Ассамблеи ООН с трибуны он заявил, что Армения готовится к наступлению. Вот, возникает вопрос, как Армения готовится к наступлению, какие цели есть у Армении и у Карабаха военно-политические, то есть для того, чтобы достигать, потому что та линия соприкосновения, которая сегодня есть, она обеспечивает безопасность, и у Карабахской стороны, у армянской стороны нет никакой необходимости идти вперед. Вот у азербайджанской стороны, с турецкой, есть свои задачи, которые они решают. Азербайджан одну задачу, турция решает свою задачу по воссозданию Невоспанской империи на этом направлении. Вы видите какие-то подтверждения роли Турции в этом конфликте, кроме заявлений Эрдогана или каких-то еще турецких чиновников? Ну, возможно, военное участие, еще что-то, я не знаю. Да, значит, ну, вы знаете прекрасно, недавно были проведены турецко-азербайджанские учения, была техника введена в Нахчеван, Гянчу и другие ряды населенных пунктов Азербайджана. Эта техника была оставлена, и сегодня наши силы в Карабахе разведывания, они четко определяют, что эта техника турецкая есть, беспилотники турецкие, соответственно, и управление ими осуществляется. Ну, вы понимаете, это настолько очевидный факт, что даже в 91-94 год, в Первой Карабахской войне, у нас были факты, что тогда еще турецкая армия помогала, там были советники от командира роты и высшие турецкие, обучение проходят они в Турции и все остальное. То есть здесь для человека, который наблюдает за всем этим процессом, ясно и очевидно, что планировать замысел операции, управление операцией идет через турецкий генштаб. И вы, если помните того же такие события, то замминистра, командующий там третьим корпусом, начальник разведки, начальник артиллерии поехали на инструктаж к министру обороны Турции. О чем мы говорим? Поэтому здесь это настолько явно и видно. Встречный вопрос. Армения всегда говорит, что Азербайджан с Турцией, и Азербайджан всегда говорит, что Армения с Россией, и Россия поставляет оружие. Были много рейсов грузовых, которые прибыли после Таузского кризиса. Во-первых, были ли эти рейсы с оружием, можете ли вы это опровергнуть или подтвердить? Вы знаете, наверное, о чем я говорю, о тех бортах, о которых заявляли. Во-вторых, какова роль России на данный момент, и чего Армения, может быть, хочет сейчас от России, как от своего стратегического партнера? Значит, ну, значим того, что оружие. Оружие, да, мы как члены договора коллективной безопасности закупаем оружие по внутренним ценам. И никаких ограничений для Армении нет, чтобы поставлять, закупать оружие в России. Азербайджан же закупает не только в России, везде. Поэтому здесь вопрос ставит, что закупают. Это вопрос такой, ни под каким запретом поставка оружия не идет и не попадает. Это раз. Второе. Значит, что касается России... Я бы ни в коем случае не ставил под сомнение. Я спросил это к тому, что вы говорите, что у Азербайджана турецкое оружие. Ну, и российского Азербайджана, и у Армении российской. Что в этом такого? Это я имел в виду. Нет, но вы вопрос, который задали, я же не вам это отвечаю. Я отвечаю Азербайджану, который говорит, что вот вы поставляете. Дальше, когда я говорю, да, там и оружие разное есть. И израильское, и южноафриканское. Но коль мы говорим о роли Турции, и турецкое оружие, поэтому я подчеркну это. Если будем говорить, откуда оружие поставляется в Азербайджан, я вам начислю все с Украины и качаю Южную Азербайджану. Вот. Роли России. Значит, ну, я хотел вернуться к истории. Вообще на Кавказе, что было. Если вы помните, после развала Советского Союза возникли конфликты в армии, в Нагорном Карабахе, в Абхазии, Осетии. И в 94-м году, там с небольшой разницей, при последничестве России было установлено прекращение армии, перемирия. Как во всех странах, то есть речь идет о прекращении боевых действий. То есть тогда в Кавказе шли войны. То есть Россия тогда, она заинтересована, заинтересована почему? Потому что войны, это для любой страны, и любой конфликт на границе любого государства, это есть угроза военной безопасности. Вот. Что касается сейчас, если вернемся. Прошу прощения, я прошу прощения, поскольку я живу, нахожусь в Грузии. А в Грузии и в Украине считается, что вот эти конфликты постсоветские, они, собственно, и заложены руководством России, что вылилось потом в Грузии оккупации, в Украине аннексии Крыма. Вы не согласны? Ну, вы знаете, я бы не стал искать виновника в этом, потому что, если вы помните процесс развала Советского Союза, когда начался, начались движения, и все республики вышли из этого. То есть это, если идти к истокам, то можно идти, знаете, как далеко, что это было заложено тогда, когда вот формировалось все. Поэтому здесь можно в корне копаться, но факт, сейчас я говорю только о прекращении боевых действий. Вот речь идет об этом. Поэтому, когда мы говорим о сегодняшнем дне, то, смотрите, когда начались боевые действия вот сейчас, 27 числа, то Россия и первое дело МИД сделали заявление о том, что необходимо сторонам прекратить боевые действия и приступить, найти решение за столом переговоров. Ну, потом были разговоры министра на самом деле Лаврова с министрами на самом деле Армении, Азербайджана, Турции, вот. То есть Россия сейчас прилагает усилия, чтобы остановиться. Что делает Турция, когда мы говорим, вот для сравнения. Поэтому я говорю, что роль Турции, она провокационная, и она оказывает медвежий услугу Азербайджану, потому что будет создать азербайджанский народ в результате боевых действий. Вот. А Турция, несмотря ни на что, мгновенно заявила, что она поддерживает Азербайджан и будет его поддерживать до конца и военными методами. Это заявление впервые было сделано уже в таушских событиях. Тогда, когда вообще там, когда мы обсуждаем это дело, это было, ну, конфликт, боестолкновение даже на уровне одного пассы. То есть это можно было спокойно разрешить, без всяких там углублений этого конфликта. Но Турция не вникает ни во что, а этот пост на территории Армении находится. И это граница, которая демаркирована еще при Советском Союзе. То есть эта граница не подвергается сомнению ни с Союзом Азербайджаном, ни Армении. Вот. И там на карте видно, что это на территории Армении. Вот. И Турция мгновенно заявила о том, что она поддерживает Азербайджан и будет до конца поддерживать. И вот поехали туда представители высшей чины на инструктаж к меню сообороны Турции. Вот. И в итоге, в итоге что мы получаем? Я хочу напомнить, что если Россия пытается как-то равноудаленно найти какой-то конфликт, там, скажем, не провоцировать, то Турция играет другую роль. Она просто однозначно заявляет, что она на стороне Азербайджана, и она будет с ним до конца, до победного конца. Я хочу напомнить, что в 2015 году, когда начались вот тот же боевые действия, в 2016, извиняюсь, то опять-таки, да вот... В Азербайджан приехал, что территориальная целость Азербайджана должна быть восстановлена, что мы будем с Азербайджаном рядом. Что это, как не провокация? Приезжает Даутову, то же самое говорит. И через какое-то время начинается... То есть Турция решает здесь свою геополитическую задачу, о которой сегодня все говорят, и сам Эрдоган говорит, о воссоздании Турецкого, великого Турецкой империи. Я понял. И он это не скрывает. Да, скажите, пожалуйста, повернуться. Если Турция, Эрдоган, не если они заявляют прямо, что готовы в том числе военным путем поддерживать Азербайджан, ожидает ли Армения от ОДКБ или от России тоже в прямой военной поддержке или гарантии такой поддержки? Значит, здесь ОДКБ имеет свой устав, где в уставе записано, а членом этой организации является Армения, и в уставе четвертым пунктом записано, что в случае агрессии против Армении ОДКБ вступят в силу механизма консультации и оказания помощи вплоть до военной. То есть, когда мы говорим о Карабахе, чисто юрисдикция этого договора, она не распространяется. Но в том же договоре о коллективной безопасности есть пункт, где сказано, какие угрозы есть для организации договора коллективной безопасности. Это конфликты на границе с участниками договора коллективной безопасности. То есть, Карабах является угрозой для Армении и для всех членов ОДКБ. Поэтому здесь, скажем, сегодня, что необходимо решить вопрос методом переговоров. Поэтому здесь дальше вторая ступень безопасности Армении есть. Это российская военная база, где записано то же самое, что в случае агрессии против Армении, это уже вне договора коллективной безопасности, российская база, она действует в соответствии с планами, утвержденными верховными главнокомандующими. И третий уровень безопасности, это объединенная армяно-российская группировка. которая существует сегодня. И тоже у нее целью есть предотвратить агрессию против Армении. Понятно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы сказали про переговоры. Единственный выход, которым надо решить проблему. Вот в чем, по мнению Армении, должны быть на данный момент эти переговоры? Потому что премьер Пшинян не так давно заявлял о том, что Карабах должен быть частью переговорного процесса. Азербайджан наотрез от этого отказывается. То есть, правильно ли я понимаю, что не о чем вообще говорить? Ну, вы понимаете, вот давайте опять вернемся к истории наших конфликтов. Конфликты на постсоветском пространстве, стороны всегда вели между собой переговоры. Напрямую. Ну, понятно. Азербайджан уклоняется от этого. То есть, конфликт. Есть Нагорный Карабах, есть население, есть проблема. Но Азербайджан уклоняется от того, чтобы с Нагорным Карабахом вести передовую. Но война-то в том, как можно говорить о Кавкуте. Я говорю, военные силы же защищает Карабах Армения. Армения больше, поэтому Азербайджан хочет говорить с Арменией. Нет, этот подход неправильный. Мы являемся гарантами безопасности, но Нагорный Карабах имеет свои задачи, потому что у нас фактически конфликт трехсторонний, потому что есть у нас проблемы и территории, потерянные у Армении, и на этой армяно-азербайджанской двойнице. То есть, конфликт, он не двухсторонний, как пытается представить, но есть Нагорный Карабах, который является стороной конфликта. И напрямую нет желания перевести переговоры. Теперь вопрос возникает, а с кем договариваться? Теперь вопрос. Когда мы в 1996 году подписывали соглашение о прекращении огня, Нагорный Карабах был стороной и подписал это соглашение. Почему? Потому что Армения не могла гарантировать прекращение огня на участке Нагорного Карабаха. И Азербайджан, на это понимая, что нужно перемирие, согласился и подписал. Правда, потом попытался отказаться от его соглашения, но оно уже было... Армянская сторона потом и убрала этот Карабах из переговорного процесса, по-моему, при Кочаряне. Ну, это вы знаете как? Что значит убрала? Это... Он является стороной переговорного процесса. А теперь давайте я вопрос задам такой. А когда соприседатели ездят по конфликтующим сторонам, едут на Сычу, они же в Нагорный Карабах ездят постоянно. То есть сегодня говорить о том, что Карабах не участвует, это неправильно. Он участвует неполноценно. То есть в трехстороннем формате его нет. Но соприседатели всегда ездят, потому что это же очевидно и ясно, что без Нагорного Карабаха согласия никакого быть не может. Поэтому, скажем, армянская сторона на каком-то этапе, будучи конструктивной, она говорит, ну ладно, давайте обсуждать, а потом, когда будет уже что-то реально, мы тогда и подключим Нагорный Карабах. О чем и говорят соприседатели, что без Нагорного Карабаха подписание полноценного соглашения невозможно. Хорошо, уточнение последнее. Я знаю, что вы заняты, прошу прощения. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас все сказали, я понимаю армянскую позицию абсолютно. С другой стороны, я слышу позицию Азербайджана, Армения там оккупирует, или я не знаю что, отдайте зоны вокруг Карабаха, и потом поговорим про статус. Вот чтобы людям вокруг, и в Европе, и в России, и в разных странах понять, где выход, хоть какой-то выход есть, когда две страны не могут договориться, кроме войны, или это замороженный конфликт навсегда. Ну, давайте вернемся к мировой истории, конфликтах. Конфликты, они так быстро не решаются. Давайте возьмем полистинку, они не решаются так быстро. То есть здесь все зависит от того, насколько стороны готовы, имеют понимание, что нужно решать переговоры путем, а не военным. Вот если я это понимаю, то вот тут-то и как раз, вы знаете, в основе любых переговоров лежит прекращение огня, раз, и второе, выработка мер доверия. А если нет этих мер доверия, когда нет прекращения огня, то о каком мы можем говорить в переговорном процессе? И дальше посмотрим, а как может быть та сторона конфликта, которая подвергается таким нападениям, как она может согласиться и такие гарантии, для того, чтобы согласиться, быть в составе или какой-то другой. Поэтому вот эти все боевые действия, они отдаляют Карабах от Азербайджана. Он и так отдален уже, очевидно это, что после того, что произошло, ну, трудно говорить о том, чтобы какое-то соглашение произошло. Поэтому здесь есть два пути, и опыт мировой говорит об этом. Либо военным путем, но военный путь, он понятно, к чему приводит и чем кончается. Либо вот переговорный процессор, да, может годы длиться. находить компромиссное какое-то решение. К чему Армения, скажем, по переговорному процессу, всегда говорила, что Армения готова с Карабахом вместе обсуждать вопрос территории вокруг Нагорного Карабаха взамен статуса Карабаха. На что Азербайджан отвечает постоянно, что нет, Карабах это в составе Азербайджана, там статус быть не может никакой, кроме автономии в составе. Ну, что это было, мы знаем в Советском Союзе, к чему это привело, тоже знаем, на Хичевану и все остальные. Но и самое главное, что Ильхам Алиев на этом не останавливается, он начинает обслуживать неосманские идеологии, идеологию Кардагана и говорит, что не только Карабах наш, но и Ереван наш, Зангизур наш, это древняя азербайджанская земля. Поэтому... Я бы мог сказать благоразумие властям Азербайджана, потому что за это все будет расплачиваться народ Азербайджана. К сожалению. А сегодняшняя война, она по своей насыщенности, по средствам уничтожения, война 94-го года, а это цветочки, поэтому азербайджанский народ должен понимать, на какую авантюру его толкает руководство Азербайджана, решая свои личные вопросы, и дальше в регионе, в какой мы обстановке придем. То есть победы не будет, а будут только жертвы, и причем бессмысленные. Поэтому я бы желал, чтобы избежали вот этого кровопроградения. Спасибо большое. Это было мнение главного советника премьер-министра Армении Никола Пшиняна, генерал-лейтенанта Арутюняна. Спасибо вам огромное. И спокойного дня и мира на Южном Кавказе. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин